В селе Переметное Западно-Казахстанской области из-за сильного ливня потопило дома. Но причиной стал даже не дождь, а отсутствие качественной водоотводной системы. Наши корреспонденты разбирались в проблеме. Наталья Познякова с детьми была вынуждена переехать к родителям. Жить в доме после потопа уже нельзя. Саманные стены могут развалиться в любую минуту. Деревянные полы разбухли, поэтому и пришлось снять. Вечер начался дождь, как обычно, ничего страшного думали. За какие-то минуты наполнилось. Сени, значит, наполнились. Потом смотрю, здесь двери закрылись, смотрю, вода просачивается уже сюда. Всех паника, дети плачут. Страшно, конечно, было. Еще темно. Муж счетчик выключил, чтобы током не убил, потому что внизу вон розетка. Несколько домов в низине на улице Гагарина пострадали больше всех. Сюда и раньше стекала сталая вода, но она утекала по таким самодельным траншеям. Проложить арыки люди просили не раз. Вот этот арык мы за свой счет нанимали экскаватор очень много лет назад. Выкопали его. Он со временем заилился, когда площадь подняли и построили стадион. Он выше находится, а поэтому вода вся идет сюда к нам. В 2016 году был такой же ливень. Мы ходили в Экимат, обращались. Но нам отказали, потому что сказали, что нет средств, не заложено пока на сегодняшний день в бюджете. С недавнего времени вода с улицы Гагарина уходить перестала. Жители считают, что заливать их стало после того, как рядом устроили площадь и построили стадион. В районе Макимати считают, что спортсооружение в потопе невиновно. До этих годов они, в принципе, потапливались. Дома уже усталевшие, где-то в 50-х годах, в 50-х, 60-х годах постройки, они уже в низине оказались. Арыки там имеются, очень плохие. Вода уходила. Такого нет, чтобы стадион закрыл там перерыв. Такого нет. Я такого сказать не могу. Местные исполнительные органы готовы оказать помощь пострадавшим. Чиновники отправили запрос в КАЗ «Гидромет» с просьбой предоставить информацию о количестве выпивших осадков. Если их было выше нормы, людям выплатят компенсацию. Сумму ущерба сейчас устанавливает комиссия. Всего от ливня пострадало 20 домов. Людей мы не оставим с бедой один-один. Кто-то просит гравий помочь, кто-то цементом. Кто-то с тем, то мы уже начинаем помогать. Если, конечно, через апреля, то мы компенсации можем даже через соцзащиту. Мы оплатить там 50 мр по законам можем. Сейчас местные жители самостоятельно восстанавливают жилье и боятся, что очередной дождь снова все разрушит. Асель Русалиева, Балажар Лгасов, Канат Махмутов, Западно-Казахстанская область, Хабар-24.